Легендарный юрист Уайетт Эр родился в 1848 году. То, что ел человек того времени, во многом зависело от того, где он жил. В городах были свежие продукты, такие как выпечка, говядина и баранина, а также консервированные и сушеные фрукты. Хлеб также был основным продуктом, будь то закваска или что-то более элегантное. Сейчас те времена в Америке принято называть Диким Западом. Название, безусловно, подходит, по крайней мере, в отношении потребностей выживания. Вещи, которые сегодня многие из нас считают само собой разумеющимися, должны были быть привезены или изготовлены. Была нехватка одежды, запчастей для вагонов и даже сменных животных для перевозки вещей. Список поставок той эпохи, составленной поселенцем из Монтаны Джеймсом Фергюсом, иллюстрирует материальные потребности того времени. В дополнение к одежде, оружию и боеприпасам выделяются 270 кг муки, 170 кг мяса, столько же бекона и 90 кг ветчины. Также были упомянуты фасоль, сухофрукты, кофе, чай, рис, соль, сахар и, в частности, изюм. Создаваемые из пустоты поселения, будь то торговые посты, города, занимающиеся добычей полезных ископаемых или центры разведения крупного рогатого скота, предоставляли путешественнику возможность пополнить свои запасы. И пускай некоторые города процветали, другие засыхали, когда кончалась руда, когда истощались буйволы или обанкротилась железная дорога. Ковбои были рады, когда стали появляться ставки повара на полный рабочий день в дороге. – Это как-то против моего гранта. Жизнь в некоторых поселениях была примитивной, и Уайетт знал это из первых рук. Он вел повозки по пересеченной местности и работал охотником на бизонов и разведчиком армии. Профессиональные охотники работали как можно быстрее, поэтому свежее мясо составляло бы большую часть его рациона. Армейские патрули несли с собой основные продукты питания – бекон, кофе и галеты – армейские хлебцы, которые долго хранились, но были безвкусными. Товары, которые можно было найти в городе, сильно различались. Быстро растущие города могли предложить только простую еду и развлечения. Города крупного рогатого скота, такие как Додж-Сити, штат Канзас, где Уайетт служил в качестве миротворца, имели процветающие деловые круги с магазинами и медицинскими услугами, удовлетворяющими потребности проезжающих ковбоев. Некоторые из городов гордились тем, что подражали своим крупным аналогам на Востоке. Одним из ресторанов был стейкхаус Дель Моника в Нью-Йорке. Западные закусочные изо всех сил старались произвести на покупателя впечатление, предлагая такие блюда, как Яйца Бенедикт или Запеченная Аляска. В то время по всему Западу были разбросаны рестораны Дел Моника, но не потому, что это была сеть. Заведение Нью-Йорка ассоциировалось с изысканными ресторанами. Один из таких был расположен в Тумстоуне, штат Аризона. К тому времени, когда Уайетт прибыл в этот город в 1879 году, поселку было всего несколько месяцев. Тем не менее, он увеличивался в размерах и в уровне социального развития. – Это очень весело! Уайетт Эрп и его гражданская жена, Мэтти Блейлок, жили в отелях города по крайней мере часть времени. Уайетт был успешным игроком и при этом ел довольно большие порции. Тумстоун гордился тем, что предлагал удивительно разнообразные тарифы. Ковбой Айк Клантон какое-то время даже баловался ресторанным бизнесом, открыв собственную закусочную в 1878 году в близлежащих мельницах. В большинстве кафе и ресторанов Тумстоуна была утонченная кухня, и зачастую там были в основном региональные этнические блюда, а вот Гранд-отель города предлагал такие деликатесы, как лосось, гумба и различные фруктовые пироги на десерт. Уайетт мог бы насладиться свежим стейком в любое время, но Тумстоун также предлагал такие блюда, как устрицы, привезенные с побережья. Были также китайские, французские и итальянские рестораны и места для домашней кухни и более простых блюд. Конечно, было также множество салунов, пускай Уайетт и не пил. Мы точно знаем, что он регулярно употреблял одно лакомство – мороженое. Эрб часто останавливался в кафе-мороженом Тумстоуна Ice Cream Saloon. Более того, знаменитая перестрелка у Короля О'Кей случилась как раз неподалеку. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про историю Америки, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!